Глубоко уважаемые коллеги, прошу прощения за мой голос, с временами буду переходить, наверное, на шепот. Тема моего доклада представлена на экране, она имеет отношение к оценке функции печени у пациентов с функционально-единственным желудочком сердца после операции Фонтена в течение первого года после этой операции. Следует сказать, что функционально-единственный желудочек сердца – это группа врожденных пороков сердца с различными анатомическими вариантами, общим для которых является наличие одного нормально функционирующего желудочка, системного правого либо левого. К сожалению, выполнение двужелудочковой или радикальной коррекции в этом случае невозможно, поэтому оптимальные результаты достигаются применением палеотивной коррекции, заключительным этапом, который является операция тотального кавопульмонального соединения в нашей клинике с фенестрацией. Целью нашего исследования было оценить показатели функции печени у пациентов с функционально-единственным желудочком сердца после операции тотального кавопульмонального соединения, используя как лабораторные, так и инструментальные методы обследования в течение первого года после этой операции. В период с 2014 по 2016 год 25 пациентов с различными анатомическими вариантами. Большинство ребятишек было мальчиками, 72%, 28% это были девочки. Возраст на это тотального кавопульмонального соединения составило от 2,9 до 10 лет, в среднее 3,5. Проводилась оценка функций печени до тотального кавопульмонального соединения через 6 и 12 месяцев после операции тотального кавопульмонального соединения. Итак, почему же поражается печень? Основными являются две первые причины. Это хроническое прогрессирующее повышение системного венозного давления и снижение сердечного выброса. И к наиболее редким, малораспространенным причинам нам относятся гипоксимия в межэтапном периоде, интероперационное поражение печени, внутребеченочный тромбоз или окклюзия печеночных сосудов. Лабораторные тесты фиброза печени, они представлены на экране. Я не буду останавливаться на них, лишь скажу, что существуют непрямые и прямые лабораторные тесты. В нашей работе мы использовали индекс АПРИ из непрямых методов, ФИП-4 и ФОРНС. Взяли мы их, потому что они достаточно чувствительные, высокую чувствительность имеют и достаточно специфичные. Значит, в данной таблице приведены показатели этих индексов до операции Фонтена, после операции Фонтена, через одну-две недели, через полгода и через один год. И мы видим, что происходит в динамике повышение уровня этих показателей, но они в течение этого года не выходят за рамки нормативных величин. Это показано графически. К инструментальным методам оценки функции печени относится, начнем по порядку, это биопсия, которая является золотым стандартом и является наиболее точным методом, поскольку гистологически определяется уровень фиброзных изменений. Существуют различные классификации, различные индексы для того, чтобы нам оценивать этот фиброз. Есть классификация уровня гистологической активности КНОДЛ, есть ИШАК, МЕТАВИР. Это из наиболее распространенных, ну, МЕТАВИР, например. Еще один, ну, единственный минус, это то, что это обследование является инвазивным и имеет очень много осложнений по этому использованию его в детской практике у наших пациентов, и особенно рутинно и в динамике, но это не представляет возможности. Еще один инструментальный инвазивный метод оценки функции печени, это прямая монометрия воротной вены и печеночных вен в условиях рентгеноперационной. Значит, в условиях рентгеноперационной во время катетеризации происходило измерение давления в печеночных венах, оценивалось давление воротной вени, давление воротной вени измерялось путем заклеивания печеночных вен, поскольку прямое давление воротной вены необходимо канюлировать эту вену. И еще дополнительный показатель, который оценивается при прямой монометрии, это транспеченочный градиент. Это разница давления между давлением воротной веной и печеночными венами. И при наличии первичных изменений в печени этот показатель является наиболее информативным, и во всех статьях на него делается наибольший акцент, что при уровне этого показателя более 5 мм штутного столба говорят уже о наличии воротальной гипертензии даже без визуализации каких-то клинических проявлений. Что же касается пациентов с циркуляцией фонтена, у них не происходит повышение уровня транспеченочного градиента, поскольку, как вот здесь мы видим, происходит симметричное увеличение уровня и давления в печеночных венах и воротной вене. То есть мы видим, что до операции тотального кавопульмонального соединения и через 6 месяцев после тотального кавопульмонального соединения давление у нас возросло, но, тем не менее, транспеченочный градиент остался в норме. Происходит это, как я уже ранее говорила, за счет того, что снижается сердечный индекс, повышается давление системное, системных центральных венах, и, соответственно, происходит одновременное повышение давления в воротной в печеночных венах. УЗИ печени мы проводим всем нашим пациентам стандартно, однако, как вы тоже хорошо понимаете, минимальный или умеренный фиброз диагностировать этим методом невозможно, поскольку ультразвук, он уже визуализирует какие-то явные видимые нарушения в виде, там, условных поражений, цирроза печени. МСКТ печени мы рутина нашим детям не проводим, поскольку имеется высокая лучевая нагрузка, следующий метод – это эластометрия или фиброскан, то, что мы использовали. Это ультразвуковой метод оценки жесткости печени, который при помощи низкочастотных колебаний определял быстроту распределения ультразвуковых волн, которая зависела от эластической составляющей печеночной ткани. То есть здесь фиксировалось соотношение количества здоровых гепатоцитов, и фиброзных, и готовый результат, он оценивается в килопаскалях, и уже на основании этого определяется стадия фиброза по шкале метавиру, то, что я говорила по шкалам, которые определяют гистологический фиброз по данным биопсии. То есть они сопоставимы. Совсем недавно мы стали в нашей клинике использовать метод акустической денситометрии. Он, в принципе, широко известен и применяется для измерения плотности в костях, в щитовидной железе, но пока еще он не нашел своего применения для измерения плотности печени. Значит, нами было проанализировано 50 детей, у которых не было патологии сердечно-сосудистой гепатобилиарной системы, в возрасте от года до 15 лет. Плотность печени по результатам денситометрии составила в среднем 14 дБ. И, соответственно, нами была взята плотность печени 15 дБ, как верхняя граница нормы, ну, мы взяли ее как эталонную. Для того, чтобы нам нивелировать какие-то, ну, какую-то шумовую картину, мы помимо измерения плотности в линхиме печени измеряли еще и плотность бессосудистой зоны, в которой, в принципе, должно быть к нулю приближена плотность, и в капсуле для того, чтобы нам брать все погрешности измерений. У нас была проведена совсем небольшая выборка. Мы сравнивали метод денситометрии с фибросканом. Сравнили трех здоровых ребятишек и трех детей после операции тотального колопульмонального соединения в период от года до пяти лет после операции. И оказалось, что дети, у которых не было патологии сердечно-сосудистой гепатобилиарной системы, по данным фиброскана, имели показатели, которые были характерны для F0, то есть отсутствие фиброза по шкале метавировской, и по данным денситометрии они имели показатели менее 15 дБ. Пациенты после операции тотального колопульмонального соединения, которые имели показатели, по данным денситометрии, больше 15 дБ, они имели, соответственно, более высокие показатели по данным фиброскана, которые соответствовали разным стадиям фиброзных изменений. На данном слайде приведена корреляция между сердечным индексом и плотностью печени у наших пациентов. Плотность печени оценивалась по данным денситометрии. И мы видим, что уменьшение сердечного индекса напрямую коррелировало с повышением плотности печени у таких пациентов. Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать выводы, что повышение плотности печени выше 15 дБ, по данным денситометрии, указывает на наличие разных фиброзных изменений. Транспеченочный градиент, он не является маркером наличия портальной гипертензии у пациентов с функционально действенным желудочком сердца. Снижение сердечного индекса прямо пропорционально повышению плотности печени по данным денситометрии. Лабораторные показатели фиброза печени в течение первого года после операции тотального кокопульмонального соединения, они увеличиваются в динамике, однако не превышают нормативные показатели. Благодарю за внимание. Да, пожалуйста. Рубан Рудольфович. Хорошее сообщение, но у меня есть вопрос, как по специальности врач. Я с первого третьего года, да, детский кардиолог. А, то есть у нас, понятно, прекрасное сообщение, но у меня вопрос такой, который как бы вот, как практически к педиатру. Как вы считаете, у нас вот была дискуссия вот совсем недавно о физических нагрузках пациентам. У нас достаточно большой опыт в клинике, больше 170 операций фонтенны, и мы заметили такую вот вещь, что вот определенной группе пациентов, сейчас не буду все рассказывать, которым мы даем возможность заниматься активно спортом, прописываем плавание, мы видим совершенно другую функцию организма, и совершенно другие возможности сердечной мышцы, совершенно другие показатели давления. И на наш взгляд, все-таки активный образ жизни очень важен. В вашем сообщении не было показано двух, в общем, на мой взгляд, важных вещей для операции фонтенны. Правое сердце, левое сердце и операция фенестрации без фенестрации. И как, на ваш взгляд, образ жизни пациента, и оказывает ли это влияние на факторы, связанные с сердечным выбросом, с состоянием пациента и, естественно, печеночными проблемами, которые завязаны в большей степени на функцию сердца? Спасибо большое за замечание. По поводу фенестрированной, не фенестрированной фонтенны. Ну, я в самом начале говорила, ну, буквально секунду, о том, что в нашей клинике мы всем выполняем фенестрированные операции тотального калопульмонального соединения, поскольку у нас был единственный опыт, когда мы не делали фенестрацию, мы имели очень тяжелый послеоперационный период с длительным и не коррегируемой терапией плевральным эксфузией. Поэтому мы всем абсолютно пациентам выполняем фенестрированный фонтен. Что касаемо пациентов, которых я брала для оценки функции печени в это сообщение, ну, сразу скажу, что пациентов с синдромом гиполазилия выходила в сердце здесь не было. Были с другими, да, анатомическими вариантами, но пациентов с ГЛОС, они здесь не присутствовали. Что касается физической нагрузки, мы не изучали влияние нагрузки физической на показатели насосной функции сердца, да, по данным их кардиографии, которую мы могли бы оценить. Но нашим пациентам мы всегда говорим о том, что необходимо, ну, нет такого, да, то есть мы не запрещаем им выполнять какие-то физические нагрузки. Мы не говорим им о том, что они должны сидеть дома, да, и заниматься, там, я не знаю, читать книжки, разгадывать кроссворды. Мы говорим о том, что ребенок должен развиваться, ходить в школу, как бы, то есть выполнять то, что делает любой ребенок. Прыгает, бегает, не знаю, играет на улице, то есть он, в принципе, такой же абсолютно ребенок, как и все остальные. Корреляции от состояния пациента и состояния всех ваших факторов, связанных с функцией печени, вами была обнаружена? Обнаружена по данным ультразвука, если у нас были какие-то изменения или внешние? Физическая активность? Ну, нет, я, как бы, не оценивала. Задачи такой не было. Да. Я вам сразу сказала, что мы не оценивали конкретно такой вопрос. Что, можно я просто из того, что мне немножко так резонуло слух, вот операция Фонтенна является, как бы, общепринятым термином, да, то есть, как бы, и вот диагноз, в смысле не диагноз, а термин тотальное калопульмональное соединение не является, как бы, общепринятым. То есть, в чем, может быть, и вкладывать какой-то другой смысл в это название, или это, то есть, это в четыре раза больше слов, чем операция Фонтенна? Нет, но классический Фонтенна, это же немножко другая процедура, и уже бывают разные варианты. Бывает латеральный тоннель, бывает тотальное калопульмональное соединение экстракардиальным кондуитом. Да, но вы не приводите каких-то дополнительных, ну, градаций внутри этой группы, да? Да, то есть, вы, в принципе, говорите про Фонтенна. Да, у меня был такой слайд, я просто уменьшала количество, и я просто согласна. Поэтому это первый вопрос. И второе, вот вы находите изменения со стороны печени, да, то есть, есть фиброз. Это имеет какую-то практическую значимость, то есть, меняете ли вы как-то стиль жизни, терапию своих пациентов, в зависимости от того, что вы находите, грубо говоря, там, не знаю, фиброз, там, первая, вторая, третья степень, и вы говорите, что вот вам нужно, там, допустим, принимать солдонофил, там, или мочегон, или что-то, или это только вот пока такое общее, ну, поисковое исследование? Спасибо. Ну, спасибо за вопрос. Всем нашим пациентам мы уже давно рекомендуем наблюдение гастроэнтерологов по месту жительства с проведением курсов геопротективной терапии. Что-то хотели у меня уточнить? Да, ну, просто гастроэнтерологи – это немножко другие специалисты, то есть, они вам помогают, и в чем вы видите полезность гепатопротективной терапии у пациентов, у которых страдает гемодинамика? Нет, ну, это понятно, но необходимо, чтобы это было совместное наблюдение и гастроэнтеролога, и кардиолога. То есть, это полезно? Ну, да. Это не вредно. Алексей Иванович, пошли. Это опыт для них очень большой. А второй очень простой вопрос – у вас прекрасный набор исследований, да, методов исследований. Вот все-таки, если чего-то нет, по порядку поставьте, какая значимость будет. Ну, вот я как-то, я говорю, что жиршитометрия, да. Биопсия печени. Сколько пациентам было проведено биопсия печени? Нашему? Да. Ни одному. А зачем тогда вообще об этом говорить, наверное, в своем докторе? По значимости от печеночной функции или, в принципе, фонтенов? Нет, естественно, печеночная. Денситометрия. Я бы… Денситометрия и эластометрия – это… Я бы их… Еще вопросы? Да, конечно. Это просто приятно услышать, как профессора интересуется, когда докладчиком выходит молодая девушка и сразу чувствует… Да. 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 Это нормально, наверное, значит, не все еще по-сильному. Для кардиохирургии? Да. Ну, конечно, для кардиохирургии. Для кардиохирургии? Да. Они еще не потеряны. Я хотел сказать… Расскажите, может быть, Ваш доклад был бы более выдачным, если бы Вы сомнили не здоровых детей с теми, кому выполнили хаупомональное учреждение, а, допустим, пациенты с какой-нибудь одной врожденной патологией сердца с хаупомональным учреждением, да? И тогда можно было бы… Ну, все-таки здоровость сравнивать гемодинамику единого желудочка и не единого – это все-таки немножко не совсем логично. Или я что-то неправильно понял? Нет, но я здесь и не сравнивала. Единственный момент, когда я сравнивала здоровых и не здоровых, это когда говорила про денситометрию и эластометрию, когда мы проводили выборку… Да, если если индекс улучшает функцию печени, это, в общем-то, если она так и ездит, это не вызывает сомнения. Просто, может быть, в группы сравнения облегчить не то, чтобы здоровых, а все-таки пациентов, у которых нам хорошо скоррегированы пороги двух, четырехкамерное сердце и двухкамерное. Ну, мы подумаем над этим вопросом, Валерий Олегович, спасибо. Может быть, достаточно вопросов? Отпустим, молодец. Еще один вопрос. Ну, давайте. Не можем отпустить. Я не профессор. Я, может, перехожу на шепот. На самом деле, как бы, чем больше вопросов, тем интереснее доклад, поэтому это… Ну, конечно, не очень. И есть просто одна очень такая вещь, которая… Вы сказали, что все ваши фонтенны были фенестрированы. Есть ли в вашей группе наблюдения пациенты, которым фенестрацию закрывали? И можете ли вы, может быть, провести в будущем какую-то корреляцию между функцией печени, там, развитием фиброза, да, и закрытием или не закрытием фенестрации? Или они все остаются с фенестрацией на всю жизнь? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы стараемся всем пациентам через шесть месяцев после операции статального колопульмонального соединения закрыть эту фенестрацию. Есть несколько пациентов, у которых мы через шесть месяцев проводили зондирование, и показатели гемодинамики сердечно-легочной были у нас пограничными. Этих пациентов мы выписывали на полгода домой, они принимали силудинофил, гибитрофосфодиэстразы, через полгода приезжали к нам, и мы им через год закрывали успешно. Есть два пациента, у которых фенестрация закрылась самостоятельно. Других пациентов без фенестрации у нас нет. То есть всем фенестрации были закрыты. И здесь в этом докладе было как раз таки с закрытыми фенестрациями и через шесть месяцев и через год. То есть вопрос... Это не вопрос, это больше заключение. Просто из вашего доклада о многом приходится догадываться. Мы понимаем, мы все говорим об одном и том же, поэтому, может быть, если ваше сообщение будет выстроено как молодого ученого более понятно, то это будет, наверное, интереснее. Поэтому в качестве комментария и очень хорошее замечание. Все, спасибо, Ирина Сергеевна. Спасибо большое.